Ну что, друзья, всех вас приветствую и сегодня у нас видос разговорного формата. Мы с вами обсудим, наверное, самую важную новость мира танков за последние дни. Это пост от компании Леста на официальном сайте World of Tanks. Пост этот называется программа сотрудничества с контрибьюторами. И вообще, когда я впервые все это увидел, я не придал данному посту большого значения, поскольку контрибьюторская программа это не ноу-хау далеко. То есть, нечто подобное было в кораблях, например. Также я припоминаю случаи подобных практик вообще от абсолютно других компаний в абсолютно других играх. То есть, эта схема рабочая и суть ее заключается в следующем. То есть, некоторые блогеры, которые подходят под определенные критерии, могут начать сотрудничество с разработчиками. То есть, они в этот момент обязуются выполнять ряд требований и пожеланий от разработчиков, соответствовать, да, определенным стандартам. Но, в свою очередь, как бы они взамен получают какие-то игровые ресурсы для розыгрышей, например. Инсайды по информации, участие в каких-то ивентах, в том числе и офлайн, или там, может быть, стримах с разработчиками. То есть, звучит это все достаточно, ну, неплохо на первый взгляд. Кажется, что имеет место быть некий симбиоз, где, как бы, все остаются в плюсе. То есть, разработчики получают большое количество качественного, там, контента образовательного, да, или какого-либо еще. А блогеры получают, в свою очередь, какие-то дополнительные ресурсы и ништяки для развития на, значит, площадках разных, в социальных сетях и так далее. Но, знаете, я был, видимо, невнимателен изначально, когда смотрел пост, поскольку я не заметил, что некоторые правила, опубликованные компанией Леста, они применимы не только к контрибьюторам, но и вообще к каким бы то ни было контент-мейкерам по игре World of Tanks, ну, либо игре World of Warships. Кстати, поскольку в данном ролике рекламы нету, я рекомендую всем зайти в Telegram, потому что там я, кстати, уже высказался по поводу контрибьюторской программы, очень эмоционально, там без оскорблений каких-то, естественно, без хейта, но получилось весело, очень многим понравилось, так что зайдите, кому интересно послушайте, я думаю, вы не пожалеете. Сейчас же мы поговорим с вами о тех пунктах, которые коснутся всех блогеров, которые вообще, что бы то ни было, делают по танкам. Потому что, ну, на первый взгляд, это очень странно все выглядит, и сейчас вы поймете почему. Итак, напоминаем, пишут нам разработчики, что вне зависимости, являетесь ли вы участником программы или нет, запрещено создавать игровой контент, в котором присутствует. Далее двоеточие. Во-первых, реклама онлайн-казино, ставок на спорт, мошенничество, рекламы запрещенной на телевидении на территории Российской Федерации или Республики Беларусь. Ну, тут на самом деле все просто. Вообще, я не припомню, чтобы кто-то из танковых блогеров рекламировал казино, но вот букмекеры встречались. И вот тут есть такой момент, ведь реклама букмекеров, она абсолютно легальна на территории Российской Федерации. Весь спортивный блогинг, он существует только за счет рекламы букмекеров. И повторюсь, это абсолютно легально. Ни у кого никаких проблем с этим не возникает, но Леста почему-то против. Вот не то, чтобы это как-то серьезно скажется на танковом блогинге, потому что мало кто просто этим занимается, но это выглядит странно, потому что с одной стороны, да, нельзя, значит, рекламировать ставки на спорт, с другой стороны, нельзя рекламировать то, что запрещено на телевидении на территории Российской Федерации. Хотя на телевидении ставки на спорт рекламируются. Тут есть как бы, ну, как мне кажется, некое противоречие. Если я что-то не понимаю, напишите в комментариях. И вообще, кстати, ребят, ну, прожмите лайки там, напишите в комментариях свое мнение по сегодняшней теме. Только сначала выслушайте все, что я скажу, потому что у меня большой опыт. Я на танковом ютубе 9 лет, ребята. Я застал практически с самого начала вообще все это явление и повидал многое, как бы мне есть что сказать. Извините, во рту пересохло. Продолжаем. Далее. Запрещено размещение рекламы, коммерческих предложений, агитационной и любой другой навязчивой информации, кроме случаев разрешенных Lesta Games. Может быть, я что-то не так понимаю, но мне кажется, что данный пункт запрещает рекламировать вообще все, что не разрешено официально. Потому что, ну, прямо сказано, размещение рекламы, коммерческих предложений, агитационной и любой другой навязчивой информации. И вот тут возникает большой вопрос. А Lesta, она выдвинет, как бы, некий список разрешенных рекламодателей? Я хочу вам напомнить, что после всем хорошо известных событий 24 февраля большинство подавляющее рекламодателей с русскоязычного ютуба просто ушли. Тут практически никого не осталось. Вы думаете, просто так, что ли, да? Даже крупные блогеры рекламируют, значит, сами знаете, какие пакеты и кейсы. Потому что, ну, практически ничего другого нету. Там изредка можно встретить, может быть, какую-то рекламу Яндекса. Это при условии, что Яндекс эту рекламу закупит, а требования у них будут тянать, и там просмотры нужны нормальные. То есть даже там с 40-50 тысячами просмотров можно запросто и не попасть под их рекламную кампанию. А таких блогеров, вы сами понимаете, да, кто имеет огромные просмотры, их мало. Или что там, может быть, энергетические напитки, типа там торнадо того же самого, можно будет. Ну, как вариант просто. Я не припомню других рекламодателей. Вот напишите в комментариях, кого там кто рекламирует. Кстати, с моей точки зрения, те же энергетики гораздо более вредная вещь, чем, например, кейсы. Потому что там прямой вред здоровью наносится, если что, как бы, да. Желудку там и нервной системе. Там любого врача спросите, вообще стоит ли вам пить энергетические напитки, вы получите однозначный ответ. Поэтому, как бы, тут тоже все, ну, если с моральной точки зрения смотреть, все довольно спорно, как лично мне кажется. Но просто вам говорю, что Леста, ну, вот, как я понял, просто запрещает рекламировать вообще все, кроме того, что сама разрешит. К чему это приведет? Учитывая, что в данный момент нет монетизации, я напоминаю, да, в русскоязычном сегменте Ютуба, то есть, за просмотры не платят вообще ничего. Доход просел примерно в 7-8 раз. Ну, то есть, заработать какие-то нормальные деньги, даже имея сотни тысяч просмотров, невозможно. А уж что говорить про каналы, которые имеют там 10-20-30 тысяч просмотров на видео. В среднем таких очень, как бы, ну, много, их большинство. Тут, как бы, ну, хорошо, если денег заработанных хватит за интернет заплатить, там, и на телефон кинуть. И то не факт. Вот, так что, я не думаю, что, знаете, блогеры будут вообще, в принципе, делать какой-то контент, если его никак нельзя монетизировать, потому что официальной монетизации от Гугла нету, рекламодатели всех запретили, и что, бесплатно, вы думаете, все будут видео делать? Нет, не будут. Потому что, кто станет вставать там в 6 утра, чтобы побыстрее рассказать вам про какую-то новость мира танков? Кто будет сидеть до 3-х часов ночи и монтировать видео просто так, бесплатно? Вы бы стали таким заниматься? Я в этом сильно сомневаюсь. На энтузиазме это не выживет. Это абсолютно точно. То есть, 90% каналов закроются. В первую очередь, каналов крупных. Они просто уйдут все в стриминг. Они будут просто стримить, и вообще, как вот Джофф, он вообще уже перестал видео выкладывать. Вот все остальные будут делать так же. То есть, все будут только стримить, и никаких роликов никто опубликовать не станет, потому что они никак не монетизируются. Переходим к следующему пункту. Значит, запрещено продвижение продуктов, которое нарушает пользовательское соглашение и лицензионное соглашение игры, включая читы, продажу аккаунтов, платные услуги по прокачке техники или получению опыта и любые другие внутриигровые сервисы, не представляемые Lesta Games. Ну, в принципе, это и раньше было запрещено. Но под это дело можно подтянуть, например, кейсы. Да, то есть, ну, теоретически можно. И тут надо понимать, что компания Wargaming не раз давала понять, да, в принципе, что она ничего против кейсов не имеет, потому что, поверьте, давно бы всем уже все запретили, но это явление существует. Причем оно существует во всех онлайн играх вообще, в принципе. И как бы, если Lesta она под это дело кейсы подтянет, то, ну, я уже все сказал. То есть, это будет, ну, очень печально для танкового блогинга. Кто бы как к кейсам не относился, ребята, давайте говорить прямо. В самой игре тоже есть кейсы. Есть коробки с Waffentrager, есть коробки на Новый год. И как бы, в чем проблема, да? В чем отличие, собственно говоря? Вот скажите мне, почему тут можно, а там нельзя? Ну, потому что, видимо, одно принадлежит компании, а другое нет. Я так это понимаю, это мое оценочное осуждение. Вот, если я не прав, можете поправить меня в комментариях. Далее, значит. Запрещена реклама платного вступления в кланы в предоставлении платных услуг по получению наград в клановых событиях. То есть, получается, что весь этот бизнес кланов, да, который существует, опять-таки, с момента появления игры практически, и появления глобалки, он будет еще больше перемещен куда-то в тень. Его нельзя будет рекламировать на ютубе. Хотя это и сейчас, насколько я знаю, тоже нельзя. Вот, но сами знаете, что многие кланы этим занимаются, за счет этого вообще живут. Вот, видимо, они уйдут куда-то там в телеграммы, ну, как вот, не знаю, как запрещенные всякие вещи, нехорошие. Ну, я не буду никак это комментировать, потому что я сам, как бы, такой рекламой не занимался. Да, у меня как-то покупали рекламу кланы, но это были просто молодые кланы, которым нужны были бойцы, и там никаких услуг у них не было, к слову. То есть, просто ребята хотели набрать себе игроков, да, чтобы клан был, как бы, ну, активным и вообще жизнеспособным, чтобы он мог какую-то конкуренцию составить на глобальной карте. И есть еще ряд пунктов, которые объединены под общим тезисом другие пункты. Связь на платной... запрещена, да. Связь на платной или бесплатной основе с лицами или контентом, который пропагандируют или демонстрируют материалы порнографического или эротического характера, материалы с элементами насилия, жестокости, расово-межнациональной или межрелигиозной розни, гомофобии, нацистскую, экстремистскую или иную, приравненную к ним атрибутику, символику и иные объекты, а также ссылки на такие материалы. Тут я, в принципе, поддерживаю, да, данное ограничение, но, как бы, это и так запрещено даже на ютубе. То есть, если кто-то вдруг захочет вот что-то такое опубликовать, поверьте мне, то есть, страйк прилетит достаточно быстро. То есть, поэтому тут, ну, как бы, получается, они запрещают то, что и так запрещено делать. Ну, ладно, окей, с этим я согласен. Далее, запрещено совершение преступных и иных противоправных действий или пропаганда преступной и иной противоправной деятельности, а также размещение руководства по совершению противоправных действий. Тоже с пунктом я согласен с этим, никаких у меня возражений нету. А вот следующий пункт, дорогие друзья, как лично мне кажется, по моему оценочному суждению, похоронит танковый блогинг нахер просто, извините за мой французский. Потому что запрещено использование кликбейта и громкие заголовки, в особенности, связанные с игрой, сотрудниками компании и их деятельностью. Например, заголовок «Разработчики нерфят САУ», когда в ролике рассказывается о возможных изменениях, которые планируются или идут уже на супертесте или общем тесте. По поводу кликбейта ситуация неоднозначная, потому что, во-первых, надо понимать, что нынешние алгоритмы Ютуба, они полностью заточены под кликбейт. Вы вообще когда последний раз хотя бы один ролик на Ютубе видели без кликбейта? То есть просто кликбейт бывает разный. Бывает кликбейт, который просто привлекает внимание. То есть когда ярко оформлено и в заголовок вынесен какой-то тезис, который наиболее интересен зрителю. Или это какое-то индивидуальное понимание обсуждаемой темы самим автором. То есть в этом случае получается, что ни заголовок, ни превью не противоречит контенту, который, собственно говоря, в самом ролике присутствует. То есть нету никакого вранья, нету никакого обмана. Например, вот такого рода кликбейт использую я и все остальные. То есть это просто необходимость. Без этого канал на Ютубе по любой теме не выживет. Вы посмотрите, как выглядят ролики по другим играм. Везде есть кликбейт. Не знаю, про еду есть кликбейт в роликах. Про автоспорт, про все что угодно есть кликбейт. То есть нету вообще контента, повторюсь, на Ютубе без кликбейта. И пример, который привела компания Леста, он очень странный. Сейчас чихну. Вроде нет. Смотрите, значит, нам говорят, что нельзя писать заголовок разработчики нерфят САУ, даже если на супертесте или общем тесте идут уже какие-то изменения, да, касательно данного класса техники. А как назвать ролик? Вот хорошо, вышел патч, например, там 1.20, где разработчики решили еще втоптать, значит, артиллерию куда-то подальше, да, в аналы истории игры World of Tanks. И мы видим конкретные, например, изменения, что там минус, там, 30% скорости сведения. Это условно. Сейчас я рассказываю, просто как пример, да, привожу. Мы видим, что там, допустим, перезарядка увеличена. Мы видим, что внесены какие-то другие изменения, которые усложняют процесс игры на артиллерии. И это уже идет на общем, я подчеркиваю, тесте. И нельзя в ролике сказать, разработчики нерфят САУ, а что сказать? Ролик будет называться следующим образом. На общем тесте присутствует ряд изменений касательно класса САУ. Я думаю, что такие видео, конечно, будут очень интересны зрителю и будут набирать много просмотров. В скобочках нет, дорогие друзья. Это так не работает. Это современная журналистика. Она, да какая современная? Вообще журналистика без громких заголовков не существовала никогда. Еще со времен, там, я не знаю, 18 или даже 17 века. Понимаете? И если этого не делать, то и людям будет неинтересно. И что самое главное, Ютуб так настроен, друзья. Я 9 лет на Ютубе, я знаю, о чем говорю. Так все настроено, что если превью не привлекает внимание зрителя сразу же, то канал умирает. И третьего здесь не дано. То есть два варианта. Либо ты используешь современные тренды. То есть ты следуешь им, ты используешь инструментарий, которые используют все танковые, вообще не танковые, вообще блогеры на Ютубе. Либо ты предаешься забвению. Все, третьего не дано. Я надеюсь, вы поняли, да, к чему я клоню. Что если это вот вступит в силу, то будет полный капсдец. Что касательно лживого кликбейта. То есть вы знаете эти ролики, что срочно в ангар, тебя ждет уже имба за серебро. Там и так далее. Вот такое, конечно, да, это я еще в 18 году высказывался против такого рода кликбейта. Тогда, как это ни странно, тоже вышел пост, где разработчики сказали, не делайте так. Две недели их послушали, потом все, кроме меня, все забили болт и продолжили так делать. И никому ничего за это не было. То есть единственный, как бы, шанс на выживание танковому блогингу, если это все не будет применяться. То есть если все это будет существовать только на бумаге. Ну-ка, сколько я наговорил уже? 15 минут уже, извините, ребят, я быстро не умею рассказывать. Кроме того, это все-таки живые эмоции. Далее, значит, запрещено распространение ложной и недостоверной информации в составе игрового контента, а также любой другой информации, противоречащей применимому законодательству. Ну тут частично можно под прошлый пункт натянуть, да, то есть это когда какая-то ложь про игру рассказывается, которая отсутствует в реальности. И последний пункт. Запрещено публичное распространение информации о видах и способах нарушения лицензионного соглашения, а также публичный призыв к нарушению лицензионного соглашения. Ну то есть, например, призыв там продавать аккаунты, да, если что осуждаю там, ну или что-то такое. То есть вот такие призывы будут запрещены. Ну что я могу сказать? То есть если вот эта вот табличка или не знаю, короче, если этот список вступит в силу, то танковый блогинг загнется сразу же. То есть останутся только вот каналы, которые будут участвовать в контрибьюторской программе с плюшевым стерильным контентом. Причем этот контент не будет вообще набирать никакие просмотры, потому что алгоритмы Ютуба пошлют его куда подальше, поверьте мне, именно так и будет. Единственное, наверное, какое-то... Как это сказать-то? Единственный вариант, наверное, будет для людей, вот, это если их ролики начнут публиковать там на каких-то официальных порталах. То есть, ну, например, на официальном сайте, потому что публикация в официальной группе ВК просмотров не даст. Мои ролики когда-то там публиковались, это ни о чем, поверьте мне. Это причем еще было на пике популярности World of Tanks. Там плюс 2-3 тысячи просмотров максимум. То есть, только на официальном канале, как бы, публикация что-то может дать, чтобы как-то компенсировать алгоритмы Ютуба, которые такие ролики загнобят просто с огромным, при великим удовольствием. Ну, в общем, я не знаю, что еще добавить. То есть, если это просто формальная портянка, да, условно, то тогда, как бы, ну, будем жить, как жили раньше. Если это будет работать, то я думаю, что быстренько активизируются, например, какие-то конкуренты игры World of Tanks, у которых нету таких правил, и которые разрешают своим блогерам делать все, что им угодно, и рекламировать все, что они хотят. И, поверьте мне, эти предложения появятся сразу же, как в свое время было с игрой Armored Warfare, когда всех блогеров перекупали и предлагали огромные деньги, я тогда, кстати, отказывался, если что. Остался верен танкам. На моем, да, любимом на тот момент, и, как бы, с которых все у меня и начиналось, да, вся моя YouTube-деятельность. Вот, и просто люди уйдут в другие игры, и все. То есть, сейчас уже половина блогеров уже ушли в стриминг всего подряд, и оставшиеся тоже разбегутся. Кто куда, кто-то там убежит гайджином, кто-то убежит еще куда-то в какие-то другие онлайн игры. Как бы, свято место пусто не бывает. Поверьте мне, маркетологи других компаний не очень быстро найдут способ как-то заинтересовать блогеров, которые остались без рекламы, без кликбейта, вообще без ничего, по сути. Поэтому я бы на месте компании Леста как-то частично, скажем так, пересмотрел вот, да, данный список, и некоторые пункты все-таки изменил. Потому что иначе, говорю, все загнется. Никто не будет работать просто так. Никто не будет тратить по, там, 7-8 часов на создание видео в сутки, просто лишь бы сделать контент, который не принесет им ни копейки. К сожалению, да, это бизнес, и по-другому здесь не бывает. Если что-то не приносит прибыль, этим просто перестают заниматься. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. Спасибо за внимание. Пишите свои комментарии, ставьте там пальцы вверх. Обязательно вступайте в Телеграм, да, напоминаю, там у меня очень интересно. Ссылочка в описании. Ну и давайте, всем до скорого, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok